Спустя месяц не осталось даже вывески. Помещение сдается в аренду. 12 марта у Форбанка отозвали лицензию за неоднократные предписания от Банка России. Он являлся участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому клиенты могли вернуть часть своих средств, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Остальные деньги просто сгорели. Но кому-то вообще не повезло. Например, единственная в крае общественная организация, которая занимается детьми аутистами, в один день потеряла все свои деньги. По закону они не могут претендовать на компенсацию. Я сегодня целый день держу себя в руках, но я не понимаю, за что у нас страна такая, что нас могут утром забрать последние средства. В Форбанке у организации лежало почти 260 тысяч грантовых и конкурсных денег. На эти средства центр должен был провести вебинары, отправить педагогов на обучение. В итоге кое-как закрыли коммуналку за прошлый месяц и с трудом выплатили зарплату. Больше денег нет. Абсурдно, но несмотря на то, что грантовые деньги исчезли не по вине Светланы, организация еще могла остаться бюджетным должником. И тут произошло чудо. Это был мой выходной. Был звонок уже во второй половине дня. Представился председатель правления Форбанка. Я приехал завершать дела. Я ненадолго из Москвы, здесь в Барнауле. Нужно встретиться. Зачем встретиться, не сказал. Через пару дней на счет ступеней пришло 257 тысяч от частного лица. Вся потерянная сумма. Мы теперь и грант доведем, и педагогам в полном объеме зарплату заплатим. Хочу сказать спасибо вашему каналу отдельное. И родителям больше некому сказать спасибо. То есть помогла только общественность именно донести это видео до руководителей Форбанка, потому что они меня узнали на крыльце в лицо. Ступени живут на одни пожертвования. Светлана и не питала иллюзий, что им вернут деньги или простят губернаторский грант. Но настойчивость женщины, которая уже 10 лет борется за каждый конкурс, за каждую копейку, помогла добиться справедливости. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.